Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Какой распорядок дня должен быть у христианина? Замечательный вопрос, потому что в наше непростое время никто не хочет быть сдерживаемым чем-либо то ни было. Ни внешними ограничениями, ни внутренними, ни ограничениями от родителей и руководства, ни ограничений самого себя. А ведь христианин, как мы все знаем, подвижник, главная задача которого — ограничивать себя в тех богодарованных нам качествах, которые могут превратиться из богословения в проклятие. Например, давайте возьмем самые простые. Допустим, гнев. Дарова нам для того, чтобы мы, разгневавшись на свою страсть, на свой грех, прекратили его осуществлять. Да, так отцы говорят. Пока ты грех не возненавидишь, будешь снова и снова продолжать его творить. Или вино. Грех ли вино само по себе? Нет. Христос превратил воду, вино на браке в Кане Галилейской. Апостольское правило говорит о том, что кто гнушается вина, тот добудет изверженность церкви. Воздерживаться можно, гнушаться нельзя. Апостол Павел пишет, что можно употреблять несколько вина для желудка твоего, пишет он своему другу, апостолу. Так и здесь. Если себя не ограничивать, то жизнь превратится в хаос и беспорядок. Когда-то все старались жить по режиму дня. Но надо сказать, что у многих занятых людей по-другому жить и сейчас не получается. Но достаточно много людей, которые живут как попало. Что в голову пришло, то и делаем. И грустят, и унывают, и печалятся, и не знают, чем бы себе занять. Занимают жизнь свою какой-нибудь полугреховной, той греховной ерундой. И все жалуются, и все унывают, и все грустят. Поэтому распорядок дня нужен. Ну, я не могу дать общих советов, потому что у детей один распорядок дня, у работающих другой, у пенсионеров третий, у бабушек и дедушек четвертый, у кого есть внуки. Поэтому самый главный общий совет — делать то, что должен, как писал апостол Павел. В каком призвании призван, в том и оставайся. Поэтому главная наша задача — осуществлять наши ответственности в полноте. Что должен, то и делай качественно. Не стараясь на работе как можно больше времени потратить на то, чтобы заняться какими-то своими делами. Поэтому это главная, самая близкая к нам задача. Но если вы хотели больше уточнить, конечно, как христианину жить, здесь есть множество нюансов. Опять же, если я сейчас скажу вам, конечно, христианин должен с утра встать, перекреститься, поцеловать ногтельный крестик, умыться, выпить глоточек святой воды, сесть кусочек артеса, кусочек антендора, кусочек просфоры, девятичины богослужебной, богородичной, еще какой-нибудь. Потом прочитайте утреннее правило, прочитать молитву опчинских старцев, прочитать молитву Филарета Милостивого, прочитать молитву о мире, прочитать еще молитву о детях, о мужьях, о крестниках, о работе перед началом всякого доброго дела, о кафе, слава богу, за все. Потом побежать на работу, прочитать, кстати, я не помню, сказал про утренние молитвы, а если ты завтра собираешься причаститься, еще и последование ко причащению, триканончика, канон ко причастию, молитва ко причастию, на все ночные бдения прибежать вечерком, помолиться на нем, поисповедоваться, потом прибежать домой, все быстренько приготовить к приходу. Мы уже сработаем, про детей, пришедших со школы, уже молчу, надеюсь, они сами смогли все погреть в микроволновочке, что-то, то, что было приготовлено в дни, не насыщенные настолько молитвой, псалмами, кстати, о чтении которых я забыл напомнить, их же тоже надо прочитать, еще кафизму из псалтирии надо прочитать, а еще главу из Евангелия, еще хорошо бы главу из Деяния апостольских и посланий апостольских. А если вы уже настолько продвинутые, что уже понимаете разницу между Новым и Ветхим Заветом, то прочитайте еще чего-нибудь из Ветхого Завета. Конечно, когда жить совершенно непонятно, мне кажется, что если вы замужем или женаты, у вас есть дети, то подобный благочетивый образ жизни переведет вас к разводу, как раз тот случай, когда справедливо говорят, что когда в доме появляется христианин, все остальные становятся мучениками, а бедная женщина не понимает, что же происходит, но обычно, извините, дорогие девочки, это больше ваша проблема, хотя мужская тоже, я уверяю, просто в процентном соотношении. Потом возмущаются, как-то так, я все делаю, что мне там духовник благословлял, все читала, все молилась, спастилась, читала все, что публиковал портал Экзегет, взял, муж ушел. Вот это потому, что в мире скорб не будете, говорил Спаситель, это потому, что кто, если будете любить меня и исполнять заповеди мои, то мир будет вас ненавидеть, вот если меня гнали и вас и жденут, вот такая вот мученица. Но не Христа ради, к сожалению, а потому что нельзя брать на себя некоторый объем молитвенного правила, который мешает тебе осуществлять твои основные функции сына, жены, мужа, дочери, бабушки, дедушки. То есть нельзя забывать, что все-таки наше спасение зависит не от количества молитв, прочитанных, не от количества посещений, богослужений, а от того, как мы относимся друг к другу. И если наша любовь к Богу, которая выражается в молитве, в псалмопении, в каких-нибудь других делах, она настолько глубока, что любовь к людям забывается, и люди начинают испытывать некоторую тягость от того, что вы не столько к православию пришли, сколько вас православие переехало с их точки зрения, то надо что-то поменять в вашей жизни. Вспомнить, что никакие земные ответственности не снимаются вашим воцерковлением, поэтому находите золотую середину так, чтобы ваша семья радовалась, что вы воцерковились, а не горевала от того, что отлично, мать теперь выкинула гороскопы, сожгла сонник, перестала верить всякую чепуху, суеверие, но при этом закрывает в своей комнате, и мы ее не видим, все молится, 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 и как-то даже и нас заставляет теперь крепко воцерковляться, и жизнь превращается непонятно во что. Часто нововоцерковленные христиане жаждут поделиться этой радостью воцерковления, нашествия Бога со своими родными, а те как-то не готовы это все выслушать, все это принять, и сильно горюет. Невольник, друзья мои, небогомольник. Вот, в общем, давайте подытожу, я так уже слишком много чего сказал. Христианин должен в первую очередь уделять время молитве, работе, семье, и достаточно большой отрезок времени должен быть посвящен для просмотра замечательных видео на портале Экзегет. Но не так много, чтобы семьи распадались. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok